Вьетнам, Таиланд относятся к эпидемиологически неблагополучным странам. Вместо «добро пожаловать» — строгое предупреждение. Пассажиров иностранных рейсов, прилетевших в Красноярск, теперь встречают так. В связи с чем все туристы, прибывшие из-за границы, помещаются в карантин, то есть самоизоляцию. С 19 марта Таиланд вошёл в список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Оттуда накануне вечером в Красноярск прибыли одновременно около 800 пассажиров. Температуру у каждого замерили на борту. Дальше уже в аэропорту люди должны были получить предписание о карантине, но заполняли бумаги всего три сотрудника Роспотребнадзора. За час они сумели обслужить только 100 человек, и бланки кончились. Разъярённая толпа туристов ринулась наружу. В Роспотребнадзоре говорят, выделить больше сотрудников они не в силах, людей не хватает. А сидеть на карантине туристам всё равно придётся. Справки им принесут домой. Те пассажиры, которые не получили постановление о самоизоляции, должны были оставить данные о месте своего пребывания. Если такие данные не были оставлены у специалистов Роспотребнадзора, могут сообщить на телефон горячей линии 8 800 100 56 53. Ещё сложнее красноярцам, которые застряли за границей. Для них строчки из песни «Не летят туда сегодня самолёты» теперь реальность. Узбекистан полностью приостановил воздушное сообщение с другими странами. А рейсов из Европы в Россию очень мало. И билеты на них продаются по космическим ценам. Семейная пара из Красноярска уже 6 дней не может вылететь с испанского острова Тенерифи. Мы хотели выехать отсюда уже сразу, то есть мы бы на чемоданах сидели. Но когда мы обратились в свою компанию, билеты уже стоили 250-230 тысяч. У нас таких, конечно, денег нет. В аэропорту получается там столько народу, что инфекция, не знаю, мы сидим здесь в номере и пережидаем всю информацию, не знаем, что делать. В самом Красноярске на самоизоляции находится уже 1120 человек. Официально подтверждены 4 случая заражения коронавирусом. Под подозрением еще 30. В стационаре находится 30 человек с подозрением на это заболевание. Будем надеяться, что далеко не у всех, это близкие контакты, будет выявлено это заболевание. Но ситуация двигается по нарастающей, так же, как и во всей стране. Чтобы избежать распространения коронавируса, на удаленную работу переходят все больше компаний. Так Ростсети Сибири уже отправили по домам 1100 сотрудников. На удаленку с понедельника переходит офисный персонал телеканала «Прима». Не коснется это только съемочных бригад. А вот производители антисептиков по стране, наоборот, перешли на трехсменный круглосуточный режим работы. Также по указанию Минпромторга страны, торговые сети заполняют склады продуктами питания, чтобы избежать перебоев. Запасов продуктов питания достаточно как минимум на два месяца уже закупленных. По-своему с вирусом предлагают бороться и школьникам, отправленным на досрочные каникулы. Красноярские учителя запустили физкультурный челлендж против коронавируса и бросили видеовызов ученикам. Антон Попов, новости «Прима», мы за тебя.